Подсасываемся. А сейчас песня. Мы, кстати, сегодня тестировали вебинарную комнату. Завтра у нас будет... О, вебинар! Ринкинсон! Как тебе, Настин, сегодня рассказ про то, что тебе нужна социализация? Юльчик. А, кстати, ты у меня спрашивала. Вот тебе показываю. Кстати, Ира. Юля считает, что она старая. Ей 35. Юль, вот так выглядит вот это добро. Здесь прикрою все. То есть, вот тут какие-то дела, которые надо делать каждый день. А здесь даты. И надо все закрашивать. Как видишь, у меня не все закрашено. Вот. У меня тут учеба по артерапии, йога, айдо, стержце, тренажер, растяжка, чтение книги. Два часа работы онлайн, час работы над ютубом. И вот так каждый божий день надо делать. Не только социализация, но важно быть нужной и востребованной. Конечно, да. Да. Я, короче, сегодня не выпила воду. И вон, что себе сделала. Вот. Сейчас должна... Это... Вы еще даже не бабы-ягодки опять. Там 45. А вам еще до этого... Знаешь, как пешком. Сейчас я вам включу песню «Бабы-ягодки». Готовы? Сейчас будет песня. Я была на концерте Дженнифер Лопес в Питере. Я вам скажу больше. Я приехала для этой... Для этой темы из Люксембурга. Хотя могла еще там остаться. Но я приехала на ее концерт, потому что, ну, это... Вот кумир моей жизни Дженнифер Лопес. Вот ее крутость, она прям, мне кажется, бесконечна. Очень-очень крутая, очень крутая книжка. Настя подарила про нее. Так, вопросики есть? Вопросиков нет. Действие формирует энергию. Энергия нужна всем. Поэтому херачим. Так. Вообще, эфир с Настей, да, мне кажется, это вообще суперкрута была идея. Да, у ее возрасте она шикарно выглядит. Я согласна. Она тоже столько всего пережила. И человек, который живет по жуткому распорядку. И она делает столько всего каждый день. И она делает еще эту гимнастику. Для лица. И, конечно, очень классно выглядит. Очень классно выглядит. Да, эфир тоже супер согласна. Сашуля пришел, Сашуля. Как у тебя дела там? Меняйте шины. Саша с разных аккаунтов ко мне заходит. Вот. И еще всем вот рекомендую. Прям рекомендую. Я не знаю только. И расскажи, пожалуйста, можно, если у людей там проблемы с животом, желудком. Можно им такое или нет. Но я вот прям рекомендую вообще всем. Просто лимон. И вам надо сначала взять лимон, помыть его и вот так вот прям покатать. Еще не разрезанный. Чтобы он стал мягким внутри. И тогда из него сок очень круто выжимается. Я тоже когда-то, я тоже хотела быть, но не очень желательным. Так, тоже когда-то хотела быть астрологом. Слушай, ну да, астрологом быть прикольно, но я так понимаю, что это огромное количество времени. Надо отучиться на астролога, чтобы быть хорошим. Ну, то есть прям тяжело. Ну, вот мы вчера с тобой разговаривали про теорию 10 тысяч часов, да? Помните, все, я уже где-то рассказывала, есть такой потрясающий Малькольм Гладуэлл. У него есть книга, которая называется «Гений и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего». Эта книга просто 2020 года, хотя вот я ее в 2020 году прочитала. Я их вместе прочитала Лобковского, хочу и буду. Вот этого Гладуэлла и «Стратегия голубого океана». Ну, я, как всегда, это 50-каник одновременно. Кот там что-то сломал. Кисонька, приберись. Вот. И там рассказы о том, чтобы стать профессионалом в своем деле, нужно выработать эти 10 тысяч часов. А это примерно 8 лет каждодневного занятия определенным делом. Поэтому, как бы, ну, чтобы стать кем-то, надо подумать. Мне кажется, тебе надо подумать, что ты уже делаешь достаточно долго, и что у тебя уже получается. Может, ты просто этого не видишь. Не очень желательно. Что там замешано? Ничего там не замешано. Это просто вода с лимоном. То есть, это просто лимонный сок. Вот он так вот, я его выдавила, и он такой стал весь прозрачный. И потом лимон туда закинула. То есть, я обычно выпиваю за день два таких графина, а сегодня что-то не выпила. Если проблемы с желудочком, лучше мяту и розмарин заливать водой и пару капель лимона. Вот. У меня раньше было еще, вот я мяту тоже замешивала, очень круто получалось. Мята с лимоном просто нереально. Но у меня нет проблем, слава тебе, господи, с желудком. Поэтому мне лимон можно. Да, Ир, можно? Первый стакан пошел. Итак. Читаем. Читаем, Книженцы. Позволить уйти. Так, Дженнифер Лопес врубим немножечко. Че, прибрался? Пришел, уйдет такой победитель по жизни. Кисонька. Мяу, ты прибрался? Ты че там? Ты гвозди переваришь. Да, гвозди переварю. Иди, иди, ну иди. Не ной только. Кис. Да, иди ко мне, иди сладки. Загрузка геолокации вечная. Ну ладно, сиди, думай. Надо тоже попробовать. Слушай, попробуй, если нет проблем с животом. Ой, так. Позволь, позволить уйти. Годы будут идти, а я буду идти рядом. В дремучих зеленых лесах. По песчаным берегам. И когда наше время на земле истякнет, то я на небесах буду. Ты будешь держать меня за руку. Привет, Оля. А тебя почему не было на эфире про это? Привет, Оль. Почему тебя не было на эфире про эти, как они называются? Про творчество и астрологию. У тебя двое детей. Муж и ты сама. На это было это. Посмотри обязательно. Очень классно там Настя рассказывала про то, какое творчество кому-то астрологически предначертано. Очень-очень классно. Привет. Привет, Кило Конфет. Будем. Так, понеслась душа в рай. Мои родители жили самостоятельно вплоть до того момента, когда 6 месяцев назад у моего отца обнаружилась сердечная недостаточность. Я забыла, меня дети отвлекли. Обязательно. Да, ты посмотри, оно уже 24 часа будет сохранено. Я пью воду с лимоном. Просто туда выдавлен лимон, и надо выбивать два таких графина в день. Но я, привет, не выпиваю. Да что, какие-то людишки пытаются зайти со мной в прямой эфир. Зачем? В общем, надо выпивать. Но Ира сказала, что если... Почитай тут комментарии выше. Вот ты рассказала, что можно с чем-то другим пить, если есть проблемы с животом. У меня живот может переварить гвозди, поэтому мне супер комфортно пить воду с лимоном. Окей? У него был удар и сердечный приступ. Это случилось как раз в тот момент, когда обнаружилось, что болезнь Альцгеймера у мамы прогрессирует куда быстрее, чем мы предполагали. Оказалось, что отец долгое время просто покрывал ее. А где вино пятницы же? Слушай, что-то сегодня не это самое. Есть еще у меня осталось, но может на воскресенье надо? Просто у меня же завтра в 10 утра, в 10.30 эфир вот этот. Кстати, тоже присоединяйся, Оля. Там Настя будет отвечать еще на вопросы. То есть по дате рождения можно будет задать ей какой-то вопрос, и она расскажет. Так что, мне кажется, очень круто. Я вообще прям в предвкушении. И поскольку здоровье отца продолжало ухудшаться, стало очевидным, что они не могут больше оставаться дома одни. Мы очень старались найти людей, которые могли бы все время быть рядом с ними и помогать в нужный момент. Последней каплей ей стал очередной приступ отца и его госпитализация, где он подхватил еще и инфекцию. Прислуга, которую мы нашли для них, ушла в тот самый момент, когда мы вернулись домой. Четыре месяца спустя, после удара отца, мы были вынуждены признать, что их с мамой необходимо вместить в специализированный пансионат. Нам повезло, что удалось разместить их вместе даже в одной комнате. Мама и папа освоились довольно неплохо. Их сиделки наладили особое отношение с отцом, который был одним из немногих пациентов без болезни Альцгеймера. Он шутил с ними, подразнивал и просто завоевывал их сердца. Вскоре мои родители стали любимцами этого пансионата. У тебя сегодня пятница! Класс, класс, супер вообще. Потому что молодец, надо отдыхать. Я поддерживаю в любом случае, любой отдых. Я поняла, поняла, у тебя сегодня пятница. Умничка, чин-чинь, за тебя. Да. Привет, Андрюша, отдыхаешь сегодня, нет? У меня тут эфир за эфиром подряд. Так, продолжаем. Мама не понимала, что отец болен и все больше и больше путалась с происходящим. Сиделки отводили ее в комнату, когда она терялась, помогали справиться с ежедневными делами, которые уже не давались ей так легко, как раньше. Поэтому она не могла больше заверять отца, что все было в порядке. Хотя у родителей были раздельные кровати в комнате, мамы постоянно находились спящие в постели отца во время утреннего обхода. К несчастью, состояние отца ухудшалось. Не один раз семью вызывали в пансионат, но отцу каким-то образом удавалось справиться с любым кризисом. Мы уходили, качая головой, а сиделки извинялись за ложную тревогу. Я не могу передать вам, как много раз это случалось. Его ноги так отекали, что врачи даже планировали ампутацию. Но сердце отца не было достаточно сильным, чтобы выдержать такую сложную операцию. Мы знали, что отец ни за что не оставит маму, пока это в его силах. Это был самый большой его страх, и он не единожды говорил всем своим шестерым детям и маме о том, что с ней будет, когда его не станет. Мы старались заверить его, что все будут рядом и не оставим ее, но он по-прежнему не желал ее покидать. Они долгие годы делили друг другом радости и беды, и со временем их отношения становились лишь крепче. Я так люблю твои эфиры, ты нашла. Спасибо, моя хорошая. Мы вообще просто случайно, случайно я решила что-то почитать, который этот кради как художник. И потом как Ира мне пишет, говорит, читай еще, типа прикольно, с всякими там твоими комментариями. И мы хотели читать Курпатова, но Курпатов не зашел, а тут такие короткие истории, они еще супер сильно зашли. И вот, спасибо, это очень-очень приятно. Это вечерние чтения? Да, это вечерние чтения. У меня были сначала вечерние астрологии, теперь вечерние чтения. В конце концов, отцу стало значительно хуже, и нас вызвали в пансионат. Отец был очень слаб, ничего не ел и едва мог говорить. Во всяком случае, мама не понимала, что происходит. Она была занята своими обычными делами, проводила много времени по лужданию по коридорам, перекладывала вещи с места на место в шкафу и тому подобное. Это было равносильно тому, как если бы она просто не понимала, что отец находился рядом с ней и был болен. Это продолжалось в следующие несколько дней. Состояние отца стабильно ухудшалось. Каждый из нас по очереди проводил у его постели большую часть времени, и каждый держал отца за руку и говорил с ним. Было невыносимо видеть, как он страдает, а он страшно мучился. В пансионате его держали на обезболивающих, и даже при этом он не чувствовал облегчения. На четвертый день я пошла на работу, планируя прямо из офиса отправиться к отцу. Где-то в полдень я вдруг почувствовала, что должна идти к нему прямо сейчас, в эту минуту. Я оставила работу, пошла в пансионат и нашла там свою сестру Джо. Она сказала, что я ходила на работу, как вдруг почувствовала совершенно отчетливо, что ходит, учит, увидит отца, поэтому развернула машину и отправилась в пансионат. Джо и я провели день, прислушиваясь к неровному дыханию отца, и разговаривая с ним. Сиделки приходили каждые два часа, чтобы поменять его положение и сделать все, что требуется. Он не открывал глаз и не говорил в течение последних четырех дней, не считая стонов боли. Около пяти часов Джо нужно было уходить. Другая наша сестра должна была прийти в половину седьмого, так что я осталась ее ждать. Вскоре сиделки привели в комнату маму. Я попросила, сядь и поговори со мной, мама. Она вошла, присела возле меня, и я приготовилась услышать то же, что уже слышала много раз. Вместо этого мама посмотрела на меня, затем на отца и сказала, Джек умирает, ведь так? Я ответила, что он умирает и что он переполнен болью. Мама сказала, я не хочу, чтобы ему было больно. Я предложила ей подойти поближе и сказать ему самой, желая узнать, изменится ли ситуация. Внезапно эта пациентка с болезнью Эйцгеймера снова стала моей мамой. Она подошла к отцу, взяла его за руку и начала говорить с ним. Джек, я так тебя люблю, ты был прекрасным мужем и отцом. У меня так много воспоминаний о том, что мы делали вместе. Я не хочу, чтобы ты покидал меня, и я буду очень скучать, но еще больше я не хочу, чтобы ты страдал. Мама говорила ему, что что-то еще около 30 минут. В это время отец открыл глаза и неотрывно смотрел на нее. Две сиделки присоединились к нам и встали рядом с постелью отца. Мы все трое плакали, глядя на это чудо. Мама не отпускала руку отца, целовала его и говорила с ним. Большая часть того, что она сказала, была понятна лишь ему одному. Это был сокровенный разговор между мужем и женой. В чем я действительно уверена так, это в том, что отцу очень нужно было услышать эти слова от человека, в котором он нуждался больше всего в те минуты. Сиделка сообщила, что легкие отца быстро заполняются жидкостью, что, вероятно, стоило бы всех позвать. Я вышла из комнаты, поспешно обзвонила всех еще раз. В течение часа все были там. Мама вернула свое обычное состояние и не обращала никакого внимания на отца. Мы переодели ее в пижаму, она легла в постель и сразу уснула. Пару часов спустя ничего не изменилось. Мы ушли домой, за исключением моей сестры Тэми, оставшейся там на ночь. Спустя час после того, как мы разъехались, зазвонил телефон. Тэми в клипе сообщила, отец ушел. Я знала в сердце, что Господь послал моему отцу особый подарок. Мама позволила ему уйти. Трогательная история, конечно. Да, привет. Еще одну читаем. Самый восхитительный отпуск. Ведь смерть не что иное, как поворот от времени к вечности. Когда отцу поставили диагноз, раз рак легких в последней стадии, путь, который он прошел, борясь со своим недугом, был нелегким. Он ни на минуту не оставался один. Бог, семья и друзья были с ним на протяжении всего этого периода. Че, Юлечка, да? Че ты там хотела сказать про че, да? Химиотерапия могла бы, возможно, как-то замедлить распространение опухоли. Лин, мы все знали, что эта болезнь чрезвычайно плохо подается лечению. И прогноз о том, что ему осталось жить 6 месяцев, вполне мог стать реальностью. Очень трогательно, да, да. Это, знаете, вот эта книга, это еще не трогательная книга. Есть вот та другая, которая основная. Я не знаю, как ее я... Я хотела бы вам ее почитать, но я не могу ее читать. Потому что я даже в жизни не могу ее читать и не реветь. А с другой стороны, я подумала, а может быть и поревем немножко в прямом эфире. Это же, ну, ничего такого. Ну, там такие истории, я их даже сейчас вспоминаю. У меня Ком Корли стоит. Я эти все книжки уже прочитала миллиард раз. И у меня был прикол такой, я когда... Когда у меня были деньги. Я покупала очень много всяких подарков на всякие праздники там. И я помню, что я поехала и подумала, что я хочу купить Лешу. И я купила ему, ну, я знала, что он хочет. Такие всякие толстовки, такую большую толстовку ему купила. Футболку с дырками, вот это все же. Детеныш, модно. Все купила. И потом подумала, что на Рождество... Ну, как бы это вот было на Новый год, и мы еще Рождество праздновали. И какой-нибудь, типа, мелкий подарочек на Рождество решила купить. И я пошла в магазин и купила ему ту книгу, вот не эту, а которая... Вот это вот, видите, 101 история о любви. А там 101 история, которая трогает сердце или что-то. Ну, короче, которая основная, первый тираж. И я ее замотала. Я тогда все подарки заматывала в крафтовую бумагу. Обмотала ты им такой веревкой, бечевкой. И, короче, значит, положила под елку на Новый год, на Рождество уже туда. Вот, мы там отмечали все вместе на Тюганский. И просто, и я смотрю, он ее открывает. И такой, типа, офигеть! Он хотел прям эту книгу. Он говорит, я прям смотрела, думал, классно было бы ее почитать. И, в общем, он ее тоже прочел. Но она легко, это все легко читается. Но они такие очень трогательные и плакательные. И он тоже говорит, что кое-где. И он тоже плакал. И мама у нас читала, ну, там пока была. Но вообще, у нас вот Леша, кстати, у кого вот дети, да? У нас Леша не читал лет до 23, наверное. Вообще, в ноль. А потом начал читать. Неизвестно почему. Никто не знает. Вот. А я не читала... Ну, в смысле, я читала, я училась. Но мне было неинтересно. Мне за школу была интересна только одна книжка. Это Маленький принц. Которую я села, вот так открыла. И от корки до корки прочитала. Потому что, ну, невероятно. Маленький принц это прям вот квинтэссенция правильного мироощущения, что ли. Ну, типа того. Вот. И, соответственно, после этого, как-то тоже было не особо. Вот. А в одиннадцатом классе, в десятом-одиннадцатом классе я начала уже читать. Мне уже стало тоже интересно. И я начала. Ну, я всегда как-то потом вот после... В школе и после школы читала. Мне всегда хотелось книги. Мне вот надо вот сесть, обложиться книжками. Мне вообще больше ничего не надо. Очень-очень это все люблю. Начинаю все книги сразу. Читаю долго. А меня не застает детство. Сейчас супер. Очень люблю. Слушай, Оль, а может быть и не надо заставлять? Вот меня как-то не заставляли. Ну, Лешу больше заставляли, но меня не заставляли. Потом вот оно придет и придет. Например, помните Короленко в детстве? Дети подземелья. Кто читал? Ну, это же жесть. Я вообще не понимаю, как можно сделать так, чтобы это было в школьной программе. Кто не помнит, напомню, что там есть такой момент, когда эти дети пришли к дяденьке и говорят, что-то у нас с мамой. А что с мамой? Ну, вот она там уже три дня, мы ее будем-будем, она не просыпается. У них, короче, мама в этом подвале померла, и они вот это... В общем, какой-то бред, я не понимаю, зачем это делать. Потом эта книжка, тоже многострадальная, Верна Руслан. Кто читал? Верна Руслан, тоже о том, как вот этих собак... А, кстати, дети подземелья, это было обязательно по школьной программе, то есть это типа надо было читать. Верна Руслан, про собаку, да, как вот эти распустили лагеря, и вот этих собач, как над ними издевались, какие тупые люди, и какие они жестокие. Ну, это омерзительно, я считаю, что просто не надо это читать. Вот. Нужно читать какое-то добро, и что-то хорошее, или что-то полезное. Я, конечно, понимаю, что там Донцова, это не литература, но вот эти вот тяжелые произведения тоже не надо. Я вам сейчас еще одну книжку покажу. Я вам ее покажу, называется «Бегущий по ветру». Это типа супер тоже бестселлер, там просто с ума сойти какая-то книжка. Все про нее говорили, сейчас я вам покажу. Мне ее подарил парень, и я не начитанная. Так это все исправляется в течение года. Вот эта книжка. Ты так много знаешь, серая. А что серая? Это. Много знаю. О чем? Тут как бы не знаю, ничего не знаю, мне кажется. Я как это, чем больше я знаю. Вот книжка. А, ты серая. Мышь? Слушай, книжки читать это несложно. Вот она называется. Вот эту книгу я бы сняла с производства. Вот серьезно. Я просто, я ее прочитала. Она настолько тяжелая, настолько несправедливая и жесткая. Это про один из самых читаемых современных писателей. Общий тираж двух романов Халида Хосейни 40 миллионов. 40 миллионов. Вот этой книге продано. А вот этой книге продано 500 миллионов, если что. Про то, как одни дети служили другим, про неравноправие, про изнасилование мальчиками мальчиков, в общем, про изнасилование детей. Я не могу это принять и не могу это понять вообще зачем. Просто вот увидите, прям проходите мимо. Вот. Так, Данцова лучше, чем вот это, если что. Окей. Я, кстати, не читаю романы. Ну, не читаю, да, вот этого. Атлант расправил плечи. Вот. Так я не читаю никакие романы. Ну, вот это вот мне подарили. И я думаю, ну, окей, продавили со словами, что это офигенно крутая книга. И я ничего не поняла. Кстати, еще вот это «Черные лебеди» надо прочитать очень интересно. Я начала читать очень интересно. Так. А, кстати, «1984». Оурел. Прям тоже про Россию. Прочитайте. Очень интересно. Очень тоже роман. «Над пропастью воржи» я тоже прочитала. Но в целом Нора мне понравилась. И это вот... Это в том году получается еще. А вот «1984» это супер, вообще супер. Просто от него оторваться очень сложно. И потом я посмотрела кино. Есть такое кино, не смотрите. Вообще полнейший бред. Отлично. Поехали дальше. Наблюдать за тем, как отец теряет волосы и страдает, было нестерпимо. Но помимо слез и боли было столько прекрасного. Так много удивительных и бесценных подарков, которыми мы, его семья и друзья были осчастливлены. И пока месяцы складывались в года, мы все понимали, как ценен и важен каждый день, проведенный с ним. Уроки, которые он преподал нам тогда, останутся навсегда в моем сердце. Когда мне было 15 лет, я читала про Джейсона «Пятница 13». Я такое не читала. Ну-ка, расскажи-ка, что это? Что, интересно было? В течение последних двух с половиной лет отец учил меня надежде тому, как бороться и когда сдаваться. Он учил меня вере. Не только вере в Бога, но также тому удивительному доверию между мужем и женой. В течение последних нескольких недель его жизни мама большую часть ночей провела в больничной палате, сидя рядом с его постелью. Она в полном смысле слова оказалась мне святой, постигшей все таинства брака, значение слова в болезни и здравии. «Отец верил в нее и в те обязательства, которые они дали друг другу 48 лет назад. Я совершенно ясно видела, что во взгляде, которым он смотрел на нее, благодарность и любовь за служение». Привет, привет. Аааа, я поняла ужасы «Человек в хоккейной маске». Ничего себе, а тебе не страшно было? Мне страшно было. Мне такое страшно читать. Я в свое время читала «Гарри Поттера». Там еще был аналог Дмитрий Емец, написал «Таня Гротер». Я вот это все читала, и мне в какие-то моменты было страшно ноги спускать с кровати. Потому что я прям сильно впечатлительная. В 15 лет. Ничего ты вообще такая. Я в 15 лет еще такое... Блин, нет, я вообще ничего такое не читала. Оля. Одним жарким и душным августовским днем казалось... Одним жарким и душным августовским днем казалось... Мир все тот же, и все идет своим чертом. Но для меня это было что угодно, только необычный день. Это был незабываемый момент времени. День, когда мне посчастливовало стать свидетелем одного из самых замечательных примеров преданности моих родителей друг к другу. 72 часа назад у отца был приступ, чуть не приведший к смерти, когда он неожиданно перестал дышать. И вот теперь он лежал на реанимации, окруженный различными приборами и мониторами. Он выжил. Но если этому суждено случиться снова, мы должны были знать, что он хочет. Он убийца. Да я поняла, я поняла. Я видела эту картинку, да. Он убийца. Ну так страшно же. Не страшно тебе было? Я не могу читать и смотреть ужасы. Потом все мерещится. У меня тоже самое. Даже книги читаю в старых добрых. У меня тоже самое. Один в один. Я помню, у меня брат есть еще, троюродный он у меня брат. И он говорит, пошли в кино. Ну типа младшую сестру решил взять там они большой компанией. Пошли меня взять. А я же тупая, видимо, была. Мне не хватило у меня спросить, что за кино. Ну и когда мы уже подъезжали к кинотеатру, он такой, я говорю, а что за кино? И он говорит, омен. Просто. А я жила на тот момент. Это было летом. Мы приезжали в Тольятти. И я жила с мамой, Лешей, бабушкой и папой, возможно. То есть мы все жили в двухкомнатной квартире. Ну, короче, все норм было. Это прикольно. Но суть в том, что это вообще жесть. И у меня была розовая щетка. И там был такой момент. Она вот так чистит зубы, в зеркало смотрится, отодвигается. А там он стоит в какой-то маске или в чем-то. Я не могла чистить зубы, чтобы вы понимали. А мне очень нравятся ужастики. Люблю посмотреть. Люблю еще детективы. Я детективы тоже люблю. Но мне страшно. Я, наверное, как Юля больше. А ты как Ира. Ну, Ира в ужастике вроде не смотрит. О, мэн, фигня, серьезно. Ну, в общем. Я даже детективы читаю. Добрый детектив тоже люблю. Какой добрый детектив? Он ее убил, но ласково. Да? Это... У меня была еще история с... У меня был друг, парень. Давненько. Вот. И он обожал ужастики. А как бы ему... Да, я видела эти зеркала. Это вообще жесть. А, Ира не может. Но Ира любит детективы. У нее вот это мыслить как преступник, это просто, мне кажется... Это... Люблю... Страшно. Так, ага, в зеркала потом никто не будет смотреться. Я вообще, я даже... Я где-то видела, что там девушка такая вот... Как постер, девушка смотрится в зеркало. И все, после этого я уже... Так, надо сменить тему, а то я потом не буду спать. Ну ладно, буду звонить Тирке, если что. А у нее там еще утро. Вот. Я, кстати, поставила себе на телефон время, чтобы видеть, сколько у Иры времени. Есть серия на иронические детективы. Они не такие страшные. Иронические детективы. Он ее убил и хихикнул. Да. Жесть. Страшно. О, слышите песню, не слышите? Знаете, это конецкая? Twinkle, twinkle, twinkle. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Это Shine bright like a diamond, это вот отсюда Ириана взяла. Это детская песня. В общем, это была у меня однажды история. А, кстати, я вам не рассказала про парня. И у него был день рождения. Он говорит, давай, ну пожалуйста, на день рождения. Как раз тогда вышло это Оно. Так, ну-ка, Оля, ответь про Оно. Это страшно или нет? Когда страшно, представляешь, знаешь, как это ничего на кладбище. Так не страшно, как маленькая девочка, да? Вот. Это... И мы, значит, пошли в кино на Оно. Что ты скажешь, Оля, твой вердикт про фильм Оно? Давай, Pennywise. В общем, и мне очень понравилось. Я была в восторге, потому что это был очень прикольно. Там все так было классно снято. Большая часть фильма, конечно, я смотрела вот так через шарф. Потому что мне казалось, что шарф может меня от чего-то защитить. Опять началась фигня. Но, подожди. А сцена, когда она была, вот эта девочка была в ванной. И вот эта вот вся с кровищей. Это не страшно? В общем. Но мне очень понравилось. Он так все остроумно. Там такие шутки. Там все это было так классно. И там все это происходило днем в целом. То есть там не было такого, что ночью человек просыпается. Знаете, как это обычно, да? Ночью просыпается. Кажется, вот там в сарае без света. Анопка. Смотри, Камеди Класс. Что за анопка? Так, загуглить так, да? Если напишешь мне потом в директ про анопка. Ладно, я сейчас куда-нибудь спишу. Вот у меня есть. Анопка Камеди. Пародия. Да я поняла. Посмотрю. Я люблю такое. Вот. И там вот обычно, как в ужастиках всяких, ночью все спят. Один проснулся и пошел, значит, в сарай, в котором нет света, проверить, что же там шумит. Вот. Тут вот этого нет. Тут все происходит днем. И вполне себе вполне. Вот там вышло еще оно два, но я, разумеется, не пошла никуда смотреть. Вот. Про Твинкл Твинкл тоже как-нибудь вам расскажу историю. Это очень смешная история, когда мне подарили подарок, а я позвонила двум парням, и это оказалось... И каждому из них типа, что ну ладно, окей, спасибо. И каждый был не он. Вот. Когда мама начала говорить с ним об этом, я не была уверена, что смогу сохранить самообладание. Оля, привет. А что так поздно? Ты посмотрела эфир про... Это Оля... Две Оли сейчас у меня хаусты там про тебя. Сегодня рассказывала Настя о том, что ты как раз... Кто ты водолей? И что это там типа супертворческие, и абстракция, и нестандартное мышление. Мне Оля все об этом говорит. Так. Что я не смогу сохранить самообладание? Ей было так непросто спрашивать его. Она начинала и останавливалась несколько раз, и в конце концов, после глубоких вдохов и слез спросила, хочет ли он отказаться от реанимации, если это случится снова. Отец отозвался... оставался безмолвным. Впервые за всю жизнь у него не было слов. Минуты оказались часами, когда я сидела там, пытаясь заглушить ряда, неорвавшиеся наружу. Я стала фокусировать взгляд на маленьком деревянном кресте, висевшем на стене. Пожалуйста, Господи, помоги мне быть сильной. Я молчала и молилась снова и снова. Затем отец нарушил тещину, и мы услышали его такой привычный знакомый голос. Слезы блестели в его глазах, когда он с любовью смотрел на маму. Он медленно сказал, «Я не хочу быть ножей для тебя, но я не хочу и покидать тебя». Мама мягко коснулась его руки и стала гладить отца по волосам. «Джерри, давай подумаем об этом, как о твоем самом восхитительном отпуске, и я догоню тебя чуть позже». «Одним пристым кивком головы отец принял это, и когда слезы застроились по нашим лицам, чувство умиротворения заполнило комнату». С ума сойти, я бы не сказала, я бы никогда не сказала. Нет. В истории болезни были сделаны пометки, и отец надел повязку на запястье, означающую, что он отказывается от реанимации. Даже при этом в течение нескольких недель он усердно старался и пытался восстановить силы, чтобы вернуться домой. Он был очень возбужден и желал вернуться во вторник, 6 сентября. Мы все были в нетерпении. Мы все были в нетерпении. Это была дата, которую назначили ему доктора. Он с гордостью объявлял своим многочисленным посетителям, что едет домой. После совместной ночной молитвы, которая уже стала ритуалом для родителей, мама оставила больничную палату, чтобы поехать домой и сделать последнее приготовление перед его возвращением. Я бы тоже не смогла. Вскоре после полуночи мама вздрогнула телефонного звонка внезапно разбудившего ее. Медсестра ее из больницы сообщила, что у отца снова возникли проблемы с дыханием и его забрали в реанимацию. С тревогой в колосе она сказала маме, что ей необходимо приехать в больницу прямо сейчас. Когда мама вошла в реанимацию, глаза отца были открыты. Он звал Мэри, мою маму, снова и снова. Медсестры сообщили ему, что ему осталось недолго, может быть несколько минут. Господь спланировал их последнее прощание так совершенно. Мама откинула волосы с его лба последний раз и с любовью в голосе произнесла, «Джерри, все хорошо, иди, пришло время взять этот отпуск». Блин. Слеза упала на его щеку, и он закрыл глаза. Пришло время сдаться. Его борьба была окончена. Он так тщательно подготовился к своему возвращению домой в свой вечный дом, где сейчас ждет свою любимую, чтобы воссоединиться с ней и провести самый восхитительный отпуск с нашим мамой. Блин. Все, больше не будем читать. Тяжелая история. Но это, я вам серьезно говорю, все фигня. По сравнению с тем, какие в той книжке истории трогательны. Причем даже если там никто не умирает. Я, если честно, не... Ну, я понимаю, что я бы никогда не смогла никого отключить. И не разрешила бы. Все. Целую вас, обнимаю. Хорошего вам вечера. Всего доброго. Люблю. Пока-сики. Субтитры сделал DimaTorzok